А теперь коротко о других новостях. Поймали за кражу проводов у Владимира сотрудники вне ведомственной охраны региональной Росгвардии задержали двух мужчин. 12 декабря при патрулировании улицы Большая Нижегородская экипаж Росгвардейцев заметил во враге двух подозрительных граждан. Подойдя к ним поближе, правоохранители увидели у них в костре обрезанные провода из цветного металла. Откуда их взяли, мужчины пояснить не смогли. Ранее судимого 60-летнего местного жителя и 47-летнего мужчину без определенного места жительства задержали. По предварительным данным, вес украденных проводов составил около 100 килограммов. Коммунальные тарифы будут держать под контролем. В первом полугодии 2020 года платежи за коммунальные услуги останутся на уровне этого декабря. Соответствующий указ подписал губернатор. Чтобы сдержать рост коммунальных платежей, в следующем году вводятся меры дополнительной социальной поддержки. На эти цели из областного бюджета выделят 131 миллион рублей. А с 1 июля следующего года, как утверждает пресс-служба Белого дома, среднее повышение коммунальных платежей не превысит 3,6%. Пекинку снова перекроют. В ночь на 15 декабря проехать по федеральной трассе будет проблематично. С 2 часов ночи ограничат движение на 14 километре М7. Это рядом с выездом на улице Белоконская. Там в это время будут монтировать модульный надземный пешеходный переход. С 3 часов до 3.40 движение на этом участке дороги полностью перекроют. Объехать дорожные работы можно будет через городские улицы. Всего же до конца года только на территории областной столицы через Пекинку построят 6 надземных переходов. А в эту же ночь на 15 декабря монтаж пешеходного перехода будут вести на другом участке М7. А именно в районе деревни Колокша. С полуночи движение там приостановят на 40 минут. Объехать перекрытие можно будет через Лакинск, Собинку, Улыбышево. Сразились в знании отечественной истории. Владимиросуздальский музей-заповедник собрал знатоков истории России со всей области на специальный конкурс. В соревнованиях приняли участие 24 команды школьников и студентов. Это победители муниципальных этапов. Участникам предстояло ответить на вопросы по периоду с 1589 по 1619 годы в истории нашей страны. Начиная от предпосылок с мутного времени и заканчивая народными движениями и бытом тех времен. В этом году победителем конкурса знатоков отечественной истории стала команда старшеклассников Бутылецкой школы Меленковского района. Представители первой школы города Юрьев-Польского и Владимирского авиамеханического колледжа заняли второе и третье призовые места соответственно. Продолжение следует...